Гемостатические швы накладываются на паренхематозные органы для остановки кровотечения при ушивании ран органов или при их резекции. Срез паренхематозного органа номер 1. Шов Кузнецова-Пенского накладывается обычно прямой круглой иглой, в которую заряжена двойная нить, причем ее длина зависит от длины и толщины прошиваемого участка. Так как это непрерывный шов, и нити должно хватить до конца шва. Паренхематозный орган прошивается на всю толщину, при этом на поверхности оставляет незатянутые петли по ходу шва. После прошивания всего участка иглу снимают, нить разрезают. Далее в каждой петле на поверхности органа одну из нитей в паре пересекают. Причем это должны быть разные нити. То есть в нашей схеме снизу нижняя, сверху верхняя. У каждой петли получились в средстве разрезания два конца. Далее, начиная с первой петли по ходу шва, завязывают между собой концы одноименной нити. Далее находят концы второй нити этой пары и завязывают их также между собой. Так завязывают все концы одноименных нитей до конца шва. В окончательном виде, после затягивания всех узлов до плотного соприкосновения нити с поверхностью органа, схема выглядит следующим образом. Первый узел расположен на краю органа, а далее идет последовательное чередование узлов сверху и снизу органа. Последний узел также расположен на краю, так как при прошивании тканей нити перекручиваются одна за другую. Для обеспечения задачи, при пересечении разных нитей сверху и снизу органа, одна из нитей прошивается и окрашивается раствором йода.